Всем привет, друзья! Мы находимся в одном из самых старых городов Европы. И это Лиссабон, столица Португалии. Мы на канале Пятница, и с вами проект Орел и Решка. Да? Нет, это проект Dream and Prevents. Сейчас мы приехали на смотровую площадку к статуе Христа. И отсюда открывается просто великолепный вид, во-первых, на мост, во-вторых, на панораму города. Но, как только мы начали снимать, испортилась погода, поднялся ветер, холод, тучи. Нам, как всегда, везет. Но мы сюда приехали еще и на закате для того, чтобы посмотреть на вечерний мост. И виды открываются просто невероятные. Можно сделать классные фоточки и представить, что вы в Сан-Франциско. Ну и продолжая тему везения, мало того, что погода не очень, так еще и зона свободных полетов над Лиссабоном практически отсутствует. Здесь куча аэропортов, каких-то военных баз, административных объектов. И карта выглядит примерно вот так. Летать просто негде, поэтому и красивых видов с дрона вы тоже не увидите. И с этим вьюпоинтом рядом находится статуя Христа. Еще раз повторюсь, огромная статуя Христа, почти как в Бразилии. Статуя как в Бразилии, мост как в Сан-Франциско, а вы находитесь в Лиссабоне, в Португалии. Замечательно. Сегодняшний наш выпуск будет в формате прогулки по городу. И начнем мы с главной площади. Это площадь коммерции, или по-другому ее называют местной, также дворцовая площадь. Здесь стоит памятник королю португальскому Жозе I. Здесь много туристов в данный момент. Кто-то просто отдыхает из туристов, кто-то любуется рекой, кто-то сидит в кафе и в ресторанах. Сейчас как раз обеденное время, все выпивают уже винишко, портфейн. Ну, а мы сейчас отправляемся дальше, к Триумфальной арке. Пройдем через нее. Ну, и нам все-таки повезло, и немного распогодилось, появилось солнце, небо голубое, можно снимать. Поэтому мы отправляемся гулять по городу. К нашему большому удивлению, здесь, в Лиссабоне, очень распространен такой вид транспорта, как тук-туки. Мы привыкли их видеть только на Шри-Ланке, там, либо где-то в Индии. Но, оказывается, здесь, в Лиссабоне, на них возят туристов, и очень даже успешно. А позади меня расположен собор Лиссабона. Очень красивое здание, и если вообще вы любите архитектуру, то вам, конечно, в Лиссабон. Прогуливаясь по главной улице пешеходной города, да и не только, будьте готовы к тому, что вам постоянно будут предлагать купить наркотики. Личности не очень приятны наружности. Здесь нелеголайз, здесь декриминализация, то есть получается, как бы, ну, курить можно, но нет такого, как где-то там в Амстердаме, например. И все, что они продают, это на самом деле нифига не то, что вы думаете, а всякие лавровый лист, шалфей и так далее. Поэтому ни в коем случае у них ничего не покупайте. Даже сама местная полиция говорит о том, что это все обман, и не стоит тратить свои деньги. Во-первых, наркотики это очень плохо, их не стоит никогда употреблять, ну и покупать за дорого. Травку просто, обычную лаврушку тоже не стоит. Еще одна очень интересная, необычная достопримечательность в Лиссабоне, это вертикальный лифт Санта-Жушта. Почему так сложно выговорить? И он выглядит очень необычно, и, кстати, его проектировал последователь Эйфеля, поэтому есть даже что-то похожее с, наверное, Эйфелевой башней. Наверное, да. Можно подняться наверх и осмотреть город, ну и вообще, конечно, если у вас есть время, можно подняться, но здесь такая большая очередь, и нам так лень ее стоять. А знаете почему? Потому что мы очень проголодались, и здесь неподалеку есть обалденный рынок, на который каждому, кто приезжает в Лиссабон, точно стоит отправиться. И мы сейчас отправимся именно туда, проводить любимую рубрику Сережи. Добро пожаловать на Time Out Market. Мы сделали небольшой перерыв, и сейчас будем обедать вместе с вами здесь. На этом рынке очень много небольших таких фудкортов с различной едой. От бургеров до какой-то азиатской еды. Есть португальская еда, и, кстати, очень много разных хот-догов. Я себе решила взять хот-дог с креветками, и выглядит он очень аппетитно. И вы знаете, что вместо вина я нашла здесь каву. Хоть это и не португальский напиток, а испанский, в Испании у меня не получилось выпить, выпью здесь. Чирс! Место очень атмосферное, я первый раз в таком месте. Я понимаю, что в Москве, возможно, есть депо, такой большой фудкорт. Но вот именно такой вот атмосферный городской фудкорт я вижу первый раз. Вообще кайфово. Очень-очень много еды и много разного алкоголя. Даже есть отдельные бары, которые занимаются кофем, алкоголем, коктейлями. Здесь вы точно найдете что-нибудь по своему вкусу. Например, вот это разливное пиво. Вау. Класс. Так, я взял себе бургер, но я посмотрел по картинкам, он выглядел гораздо лучше, чем есть на самом деле. А здесь просто булка и кусок мяса. Возможно, это какое-то национальное блюдо. Просто свежее, сочное мясо в хлебе. Даже соуса нету. Очень странный выбор, но вроде вкусно, но вот пиво классное. Ну, а я, мне кажется, не прогадала. Классно, он немного островат, там много-много-много креветок, несколько разных соусов, салатный лист и сверху какая-то такая посыпочка, которая похрустывает. Сейчас у нас 4 часа дня, и людей на фудкорте просто битком. Мы еле нашли место. Вообще португальцы любят ужинать только в 9 часов вечера. А это получается, что у них 4 обеда только? Ничего себе. А после рынка мы решили пройтись пешком по набережной. И оказывается, здесь так атмосферно. Здесь есть рестораны, коктейль-бары такие, где можно присесть и понаблюдать, как садится солнце. И очень красиво в закатном солнце выглядит мост. Красный мост, который как в Сан-Франциско. И здесь очень много парусных лодочек, на которых катают туристов на закате. Тоже очень классно выглядит. Да и вообще просто много народа, все гуляют. Такое ощущение, что какой-то праздник, что лето. Хотя на самом деле уже зима. И четверг. И четверг. Мы как-то проходили по этой набережной и видели, что здесь продают ананасы по 8 евро. Мы такие, в смысле, ананасы 8 евро, но как-то дороговато. А оказывается, здесь продают коктейли, пинакаладу и подают их в ананасах. Теперь понятно. И здесь тоже стоит очередь. Потому что все хотят выпить коктейльчик с видом на мост и на закат. Мы даже не могли бы не ставить, что здесь будет так круто на закате. Здесь все больше и больше народа с каждой минуты. Чем ближе закат, тем больше людей. Это так кайфово. Здесь не только туристы, но и местные. И обязательно приходите сюда для того, чтобы проводить закат, если вы будете в Лиссабоне. За то время, что мы в Лиссабоне, мы поняли одну вещь, что хорошие места здесь всегда стоят очереди. Поэтому, если вы видите, что куда-то в кафе, в ресторан стоит очередь, смело туда заходите. Будет вкусно. И мы сейчас приехали в местечко, где подают самые вкусные в Лиссабоне паштейши. Здесь тоже стоит очередь. Мы как раз-таки сейчас в очереди. Но очень все быстро продвигается, потому что люди просто берут, покупают, уходят. Но очередь всегда есть. А вот там вот цена. Евро 15 дает одна штучка. Ну, это, в принципе, средняя цена. Но это место самое топовое в городе. Это я вам сто процентов говорю. Бригаду. Вот они, вот они. Под хорошие пироженки нужно и хороший кофе взять. Берем в Старбаксе. Говорят, что их нужно есть горячими, свежими. Но вы знаете, они даже холодные очень вкусные. Но горячими это вообще восторг. Это как крем-брюре, только яичный. И вот он, конечно, другое. Все, что мы пробовали, оно тоже было вкусно. Но здесь хрустящее, тоненькое, тесто свежее. И настолько свежее вот это наполнение. И его очень-очень-очень-очень много. То есть по краям нет вот какой-то такой корочки, как в других местах. А полностью все наполнено именно начинкой. Обалденно. Место уникальное. И только здесь, в Паштейт Дебилем, вы можете попробовать оригинальные пирожные. То есть они продаются по всей Португалии. Но в этом месте они начали готовить их впервые. И они держат рецепт в секрете. Поэтому самые вкусняшки именно здесь. Блин, действительно, это самые вкусные паштейты, которые мы пробовали. Возможно, мы как-то неправильно их говорим, но у меня это паштейт. Паштейт. Паштейш. Паштейш. Погодка в Лиссабоне очень переменчивая. Вы видели, я только что была в Тренче. Но мне пришлось раздеться, потому что очень жарко. И я сейчас просто в футболке. Но у меня вообще домашнее. Я не планировала раздеваться, но что поделаешь. Так что вот имейте в виду, что в Лиссабоне даже зимой, осенью нужно одеваться многослойно, чтобы в любой момент можно было снять с себя верхнюю одежду и тебе было комфортно. В двух минутах ходьбы от Старбакса и самых вкусных в мире десертов, пирожных, расположено вот такое невероятно красивое здание в постне-готическом стиле. Называется Жеронимум. Здесь расположен музей. И его можно посетить при желании. Сейчас мы подойдем и узнаем, сколько стоит вход. Но я думаю, что мы не пойдем, потому что Сережа у нас не любитель музеев. Да и не только Сережа, да и я, если честно, тоже. Но место очень классное. Там очень красиво, да. Так, смотрите, в общем, здесь вот цены. Монастырь 10 евро, музей 5. И комбо-билет 12 евро. Жилье, друзья, в Лиссабоне не дешевое. Будем жить мы в гостинице. Не нашли никаких апартаментов дешевле 100 евро в сутки. А самая приличная и по цене нормальная гостиница это вот как раз-таки наш отель Hotel Travel Park. Ночь здесь стоит 70 евро. Это с включенным завтраком. И мы приехали сюда на машине. Думали, что здесь будет свой паркет. Но нет, еще и за паркинг 10 евро в сутки. Это значит, что номер обеззаражен. Давайте посмотрим, что нам предлагает столица Португалии Лиссабон за 70 евро. Так, ну я хочу сказать, что не густо. Так вот чистенько, приятненько, конечно. Номерок небольшой. Ну, шкаф есть и то, слава богу. Так, давайте заглянем. Так, ну. Ну, нормально. Пойдет. Даже ванна есть для Валентины. А с видом у нас не так все хорошо. Просто проспект. Но мы остановились в центре, поэтому не так будет далеко ходить, гулять, посещать всякие места. А сейчас мы проезжаем по самому длинному мосту. Он длиной 17 километров. Называется Баско-да-Гама. И построен он над рекой Тежу. Бомбические виды. С одной стороны река, с другой стороны река. Но такое ощущение, что это не река, а какой-то, не знаю, океан. Прокатившись туда-обратно по мосту Баско-да-Гама и заплатив за это где-то евро шесть туда-обратно, мы решили приехать на смотровую площадку для того, чтобы посмотреть на мост с другого ракурса. И я вам скажу, что можно не ехать по мосту. Можно просто приехать сюда. Это будет мало того, что бесплатно, так еще и гораздо интереснее ракурс. Можно сделать прикольные фото. И сейчас как раз такое закатное солнышко, красивое, мягкое. Мост выглядит эпично. Прямо до горизонта уходит. И здесь у нас одна сторона и идет прям туда. Очень далеко. Не, мост, конечно, кайфовый. Здесь много людей гуляет. Есть такой небольшой мини-парк, где люди гуляют с собаками. Можно просто прийти сюда на пикничок, в парк расстелить покрывальца, выпить вина, поесть вкусняшек. Ну и давайте для себя подведем итог по Лиссабону. Хоть мы здесь были недолго, но все равно я выделил для себя некоторые плюсы и минусы этого города. Начнем, конечно же, с хорошего. Нам здесь понравилась атмосфера. Как ведут себя местные. Они очень доброжелательные, открытые люди. Всегда готовы помочь. И сразу же есть и минус обратной стороны этого большого города. Это бомжи, приезжие, какие-то нелегалы. То есть все продают какие-то паленые сумки, занимаются контрафакцией какой-то. Две абсолютно разные ситуации. Местные нравятся, атмосфера нравится, а приезжие и их некие настроения такие не очень нравятся нам в этом городе. Второе, это, конечно же, архитектура. Много интересных, красивых зданий. Много каких-то небольших таких сквериков, площадей, памятников. То есть вот это тоже понравилось. Но в то же время это не Будапешт, это не Барселона с просто потрясающей архитектурой. Если вы хотите приехать на выходные в Лиссабон погулять, вкусно покушать, посмотреть какие-то достопримечательности, Лиссабон приятно вас удивит. На 2-3 дня это прекрасный город. Но изысков именно по архитектуре от него не стоит ждать. Третье, что понравилось, это, конечно же, еда. Все было очень вкусно. С одной стороны где-то просто. Какое-то мясо, какая-то картошка, еще что-то. Но в целом, конечно, кухня понравилась. Португальцы не любят изощряться как-то специями или вкусами. У них все просто, но очень вкусно. Это понравилось. Ну и давайте из минусов большого города. Это, конечно же, движение. Здесь не так много пробок, хотя они есть. Но все равно движение немного настораживающее, скажем так. Потому что деньги у населения есть. Бабушки, всякие дедушки, у которых уже внимание не такое острое. Они немного передвигаются странновато. И иногда моменты были достаточно экстремальные. Ну и еще из таких минусов, хотя это относится в целом к Португалии, это платные дороги, всевозможные проезды по мостам, по каким-то эстакадам. Мы проехали по Португалии порядка 700-800 километров, может быть даже больше, я точно не помню. И вот такую сумму мы потратили. Я считаю, что это достаточно серьезно. В той же Хорватии мы проехали в 2 или в 3 раза больше, а заплатили все равно меньше. Возможно, за это путешествие мы немного устали жить на чемоданах, потому что каждый день меняли то город, то куда-то переезжали долго и оставались вместе буквально на 2-3 дня. И вот это немного напрягает, потому что ты не можешь нормально разложить свои вещи. У тебя постоянно в комнате взрыв из твоих вещей. Ну и насчет парковок. В каждых городах они стоят по-разному, бывают дорого, бывают дешево, но все равно я считаю, что это нормально. Город не обязан предоставлять тебе возле достопримечательности всегда удобную бесплатную парковку. Раз уж ты купил автомобиль или арендуешь его, то будь добр, найди себе либо бесплатное место и пройдись пару кварталов пешком, либо придется заплатить. Это нормально в большом городе. Ну а, наверное, самым большим разочарованием в этом путешествии стала наша новая камера GoPro 10. Придется ее продать. Не оправдала она себя, звук мне не нравится, картинка еще более-менее, но звук на эту Соньку, на старенькую гораздо лучше, поэтому на нее и будем снимать. Ну а на этом у нас все, друзья, не забудьте прожать лайк, конечно же, подписаться на наш канал, вы нам очень поможете с мотивацией и с выпусками новых видео из новых стран, поэтому лайк, подписка, комментарий. Скоро увидимся, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok